МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашем выпуске. Футзал, алматинский Кайрат, будет защищать чемпионский титул в финале Лиги 4 в следующем году. Танцы, последний вальс, уходящие осени. Гость программы Ерден Телемисов. Человек, который тренируется со звездами. Алматинский футзальный клуб Кайрат уверенно прошел элитный раунд Кубка УЕФА и в следующем году постарается сохранить свой чемпионский титул. Соперниками дружины Какао были коллективы белорусского Витена, боснийского Танго, а также еще один казахстанский клуб Тулпар из Караганды. Под финальные аккорды осени в Южной столице участники квартета померились силами. Первыми в борьбу вступили представители шахтерской столицы и гости из Боснии. Команду Амиржана Муканова еще до начала турнира пророчили в главные соперники Кайрата. Танго же имел статус явного аутсайдера группы. У нас очень молодая команда, и в связи с этим у нас много проблем именно в психологическом плане. Исправить ситуацию – это первоочередная задача для нас. Именно с этим сейчас попытаемся справиться. Первый тайм прошел в острой и бескомпромиссной борьбе. Уже на второй минуте карагандинцы открыли счет, но увеличить преимущество не смогли. Вообще цифры на табло стартовой половины были похожи на качели. Тулпар забивал, соперник отыгрывался. Босниицы считанное количество раз сумели ударить с поворотом горняков, и каждый раз мяч оказывался в сетке. Меня в этот отрезок озадачила команда тем, что некоторые игроки не выдерживали темп, который мы хотели высоким сохранять. В следствии этого происходили у нас провалы в обороне. Да и в принципе я уже был настроен, чтобы поменять вратаря. И в перерыве мы в перерыве матча внесли коррективы, более игру сделали сбалансированной. И это привело к победе. Во второй половине ситуация изменилась кардинально. Тулпар провел пять безответных мячей и выиграл 8-3. Мне кажется, во втором тайме мы более свежими оказались на фоне танго. Может, там перелет, может, еще какая-то ситуация у них была. Но мы более свежие были, и у нас игроки, я считаю, как бы более мастеровитые все равно. Действующий чемпион также стартовал очень уверенно. Подопечные Какао попросту разгромили гостей из Витебска со счетом 9-0. Второй соревновательный день открывала встреча между Тулпаром и Витеном. В случае победы белорусская команда получала шанс бороться с Кайратом за место под солнцем Европейского кубка. После первого разгромного поражения коллектив Юрия Поклада сумел собраться и дать бой сопернику. После вчерашнего матча немножко физически подустали, мне не хватало свежести, команда соперников выглядела более свежее, быстрее. Вот так немножко не хватило везения. Первый нелепый гол. Воротарь как бы думал, что летит в ворота, мяч летел мимо ворот, забил сам себе. Потом немножко психологически расклеились, пропустили опять же ненужные голы. Потом все-таки собрались, проявили характер и начали действовать более смелее. В первой половине преимуществом владел Тулпар и на протяжении девятой минуты горняки дважды отличились. Голы на счету Нургожина и Довганя. Витен сумел сократить преимущество усилия Мишеловского, но затем пропустил еще дважды. 4-1 после первых 30 минут. Два разных тайма для нашей команды сложились. Первый тайм команда соперника предложила нам для нас неразрешимую задачу, плотный прессинг, контроль мяча. Все в принципе мы это знали, но к сожалению на сегодняшний день мы глазами видим, а сделать не можем. Во втором тайме гости явно не собирались сдаваться и на 26-й минуте Шиловский отквитал еще один мяч 4-2. Но на большее представителей Беларуси не хватило. Тулпар одержал вторую подряд победу и остановился в шаге от выхода в финал четырех. Я сам и команда настраивались на очень тяжелую игру, мы хорошо изучили соперника. Наверное сказалось и то, что отдыхали они после вчерашней игры с Кайратом меньше. Что в первом тайме действительно такое получилось тотальное превосходство и мало угрожали нашим воротам. В третьем по регламенту матча встретились Кайрат и Танго. Здесь все было ясно заранее. Алма-Атинцы делали то, что хотели, а соперник только то, что позволяли хозяева площадки. Итоговый счет 9-0 и впереди главное противостояние раунда. Казахстанское дерби Кайрат Тулпар. То, что касается предстоящей игры, я думаю, что она будет очень веселая. Повторюсь, мы никогда не играли против Кайрата с 10 бразильцами. При Барбозе не было позиционного футбола, столбы, прессинг, подключение гиды. А сейчас вот очень хороший, современный такой, очень мобильный футбол. Для нас Кайрат как для быка красная тряпка. Это очень принципиальные матчи. Не знаю, что получится. На матче, где решалась судьба путевки в финал четырех, собралось внушительное количество зрителей и болельщиков. Принципиальная встреча на этот раз имела сверх мотивацию. И цена победы была высока, как никогда. Кайратовцы открыли счет в матче на 13-й минуте. Автором гола стал Лео, пробивший Жеронима со штрафного удара. На 17-й минуте Алишандро Мараес удвоил преимущество действующего обладателя Кубка УЕФА, отправив мяч в пустые ворота. А в концовке тайма игроки карагандинской команды ошиблись, результатом чего стал автогол, который записали на счет Сиднея. Перед болельщиками большая ответственность была. И перед этим мы проиграли два раза. И все это понимали. И мы как бы с двойным настроем настраивались на эту игру. И сделали сам максимум. Мы не могли выходить с прессинга нормально. Пропустили такой гол, можно сказать, легкий, не знаю, с шагового удара. И первые три гола очень легкие были для карата, я считаю. Нам, может, везло вначале, но потом как-то прорвало. 3-0 уже было очень тяжело. И после этого мы ничего не смогли сделать. Во втором тайме подопечные Какао играли уверенно и спокойно. Лишь спустя 10 минут после начала второй половины зрители увидели очередное взятие ворот. Автором голевого шедевра стал Лео Сантана. Точку в игре с деморализованным соперником мог поставить Фумаса, отправивший пятый мяч в ворота Тулпара. Но время финального аккорда еще не пришло, так как подопечные Амиржана Муканова все же смогли на этом турнире распечатать ворота Кайрата. Гол на счету Дугласа. Довершили разгром Тулпара Серик Жаманкулов и Жоана. 7-1 и Кайрат по праву завоевал путевку в финал Кубка Четырех. Счет не отличает реально матчу, который сегодня был. Игра была равная и пропустить гол мы в первом тайме, непонятно как могло случиться. Поэтому мы, конечно, доминировали, как чемпионы мы должны были доминировать, вели себя в атаке, вели агрессивный такой футбол. Но Тулпар сегодня показал замечательную игру. И, по-моему, счет однозначно не отвечает качеству той игры, которую мы сегодня видели. Казахстанское дерби стало настоящим украшением алма-атинского раунда. Кроме Кайрата в финале Кубка, который пройдет в апреле следующего года, выступят испанская Барселона, московская Динамо, а также дебютант турнира клуб Арас из Азербайджана. Кайрат на сегодня является лучшим клубом Старого Света. Очень четко подытожил его выступление в элитном раунде главный тренер белорусской команды Юрий Поклад. Они готовились, правильно выбрали тактику. Нашли слабое место и били по этому слабому месту со всей силы, что и дало результат. В Алматы завершился девятый международный турнир по спортивным танцам вальс осени 2013. По словам организаторов, он стал плановым календарным выступлением, собравшим в спорткомплексе «Достык» несколько десятков танцевальных пар. Девятый международный турнир. У него название «Вальс осени 2013». Девятый международный турнир. То есть в этом соревновании у нас первенство федерации и кубок по категории 7-9 лет. Это самые младшие наши участники. То есть это официальный кубок Казахстана в категории ювеналы 1, 7-9 лет. Но сейчас как раз-таки у них идет награждение. То есть уже через пару минут будет известно победители кубка чемпионата Казахстана по 7-9 годам, по 7 категории 7-9 лет. Спортивная танцевальная культура в нашей республике имеет хорошие традиции и поступательно развивается год от года. Подрастает талантливая молодежь, опытные спортсмены выходят на новый международный уровень. Важный момент в этой положительной динамике – наличие достаточного количества внутренних республиканских турниров. Регулярно выезжать за рубеж довольно затратно, плюс необходимо подняться до определенного места в мировом рейтинге. Хотя, безусловно, возможность выступать на международных чемпионатах дарит спортсменам бесценный опыт. Я могу сказать, что очень много, конечно, новых детей, которые внедряются в наш спорт, посещают. Прям сильных изменений нет в местах, потому что те дети, которые занимаются долго и упорно, то есть это шестерка лучших пар, чтобы попасть в финал, нужно очень много заниматься, тренироваться. Поэтому, если какие-то новые пары и появляются, они пока остаются в отборочных турах. Чтобы попасть в финал, нужно очень много труда, любви к спорту и тренировок, естественно. В осеннем вальсе уходящего года великолепно себя проявили Аида Каиргалиева и Антон Данинченко, которые сумели подняться на высшую ступень пьедестала почета. Просто когда публика поддерживает, прям второе дыхание открывается у пары. Большой прилив энергии. Очень приятно. Просто, во-первых, мы же танцуем для зрителей, мы хотим танцем показать то, что мы чувствуем, как бы донести до зрителя. А как-то сегодня, ну, не пошло что-то. Также на паркете завораживали своим осенним вальсом и совсем юные танцоры. Несмотря на возраст, они по-взрослому смело и уверенно демонстрировали виртуозные па под аплодисменты зрителей и не забывали освещать спортивный зал своими лучезарными улыбками. В данный момент идут просто открытые классы и идут первенства федерации. То есть в данный момент титулованности именно в категориях нету. То есть дети просто выступают, зарабатывают очки и, ну, просто обкатываются в хореографию. И единственное, в категории 7-9 лет дает звание, ну, получается, не чемпиона Казахстана, а, ну, обладателя Кубка Казахстана. Дальше этих соревнований никто никуда не поедет. Это простой, как бы, рабочий турнир, как у нас называется. Откружившись в волшебном танце, победители и призеры получали заслуженные подарки и аплодисменты болельщиков. Турнир закончился, но впереди уже новые выступления. Нужно просто прочувствовать, чтобы танец прошел через тебя. Тогда будет намного легче и проще. Ну и самое главное, естественно, тренировки и хорошие тренера. Да, тренироваться, тренироваться и тренироваться. Развитие у нас идет полным ходом. Как раз пара начинает заниматься все больше и больше с международными тренерами. Это дает огромный плюс. Уже в декабре в разных городах страны пройдут несколько танцевальных турниров. Кубок Казахстана Мирей 2013 в Караганде, Венский бал в Кустанае, чемпионат по спортивным танцам «Танцы без границ» в Уральске и третий международный крамп-фестиваль в Алматы. Жизнь – это необъяснимое, многогранное, волшебное творение Вселенной. Человеку дается только шанс научиться стать счастливым, успешным, образованным, благородным и достойным. Чтобы понять и принять это, необходимо время. А оно, как известно, не останавливается ни на секунду. Нужно уметь ценить и любить свою жизнь, ведь вернуть ушедшее время невозможно. Найти себя в этом мире удается не всем. Кто-то путешествует по земле в поисках истины и собственного пути, кто-то, не задумываясь, прожигает жизнь, а некоторые уже в юности понимают, чего хотят и целенаправленно идут к своей цели. Ерден Телемисов – человек, который смог пережить и справиться со всеми переломными моментами жизни и, несмотря ни на что, достичь успехов в любимом деле. Сейчас он один из ярких представителей отечественного кино и телевидения, и это далеко не весь спектр возможностей этого талантливого человека. За его плечами серьезный багаж опыта работы на различных республиканских телеканалах, начиная от развлекательных программ для молодежи и заканчивая спортивными телепроектами с участием самых ярких звезд отечественного спорта. Когда мне исполнилось 30 лет, я понял, что что-то в жизни идет не так, не так, как я хочу. Ну и я решил попробовать себя, не знаю, в телевидении. На тот момент о кино я мечтать не мог. Найти себя и выбрать свой путь будущий киногерой смог лишь спустя 30 лет от начальной точки отсчета собственной жизни. В этом ему помогло участие в реалити-шоу «Вторжение», после которого для Телемисова открылись новые горизонты. Тогда он решил начать жизнь с чистого листа, заняться именно тем, о чем мечтал, тем, что ему интересно, от чего горят глаза. И, как оказалось, не прогадал. И для себя я сделал вывод, что в принципе, то, что как человеку с периферии, когда мы смотрим на телевизионщиков, на киношников, мы думаем, что это что-то невозможное, что чтобы этим заниматься, нужно быть, не знаю, суперчеловеком. И я увидел, что на самом деле это все можно делать, на самом деле, что телевизионщики и киношники – это простые люди, только те, которые занимаются любимым делом. И я приехал, вернулся в Караганду после реалити-шоу, закончил все свои там дела, собрался и переехал в Алмату. Добиваться поставленных целей Телемисову помогла спортивная страсть. С самого детства он пропадал в спортзалах и на спортплощадках, пробовал заниматься в разных секциях, но не так много, как хотелось бы. По сей день телеведущий не представляет свою жизнь без регулярных физических нагрузок и тренировок. Старается наверстать то, чего не успел дополучить в юные годы. После переезда из родной Караганды в Алматы бурлящая жизнь южной столицы каждый раз бросала ему новый вызов. Мечта стать телеведущим осуществилась не сразу. Первый актерский опыт Телемисов получил в 2005 году. Эта дата и стала началом его кинокарьеры. С моей телевизионной деятельностью, то есть работой на телевидении, меня постепенно стали приглашать на съемки. На съемки видеоклипов, потому что друзья, знакомые, те, которые в музыке вращаются, стали приглашать. Я в роли бандитов в клипах, в клипах злых людей. Первая моя проба в клипе была, я был телохранителем, водителем лимузина. Свою главную роль в кино, а чаще всего Ердену предлагали отрицательные роли бандита или преступника, он получил спустя 7 лет в фильме «25-й километр». Мой типаж, мое амплуа актерское, оно ограничивалось большими злыми людьми, то есть или батыр, или бандит, ну что-то вот такое, большой и злой. А здесь мне предложили роль добродушного парня с колхоза. И все-таки главная страсть и увлечение яркого представителя кино и телевидения – это спорт, а точнее тайский бокс. Именно там, на тренировках, он чувствует себя, как рыба в воде. Именно дисциплина, характер и выносливость спортсмена стали главными секретами его неспортивного успеха. Принимая любой вызов судьбы, словно спарринг с достойным соперником, Телемисов всегда смело выходит на ринг. Он знает точно, что победитель проявляется в бою. И я уцепился вот за муай-тай. Мне само нравится. Это, наверное, самый жесткий вид спорта, один из самых мужественных. То есть у нас муай-тай, знаете, помимо рук, как у боксеров, ног, как у тэквондистов, у нас еще есть локти, есть колени, есть клинч. То есть это тоже как борьба. И я считаю, что любому взрослому мужчине, если он обладает какими-то навыками муай-тая, то есть тайского бокса, ничего не страшно. В обычной жизни Ерден Телемисов очень позитивный человек, который наотлично учится получать удовольствие от каждой минуты прожитой им жизни. Это настолько легкий человек, с которым можно общаться на любую тему. Все, что он не делает, за что не берется, он делает с легкостью. И он этой легкостью меня заражает, потому что я немножко, может быть, тяжелый на подъем человека, а он оптимист по жизни. Меня часто очень довольно часто спрашивают, почему у тебя все время хорошее настроение. Я отвечаю тем, что я для себя когда-то еще в студенчестве решил, что жизнь слишком короткая, чтобы проводить ее в каких-то отчаяниях, в раздумьях, что будет завтра. Я живу сегодняшним днем, я счастлив, я ценю все то, что вокруг меня, вот именно сейчас. У меня замечательная семья, замечательные три дочки, замечательные супруги, замечательные друзья. Я хочу быть счастливым человеком, добрым счастливым человеком, и чтобы меня окружали точно такие же люди. Жизнь – это необъяснимое многогранное волшебное творение Вселенной. Нужно помнить, что время, данное человеку, не бесконечно. Необходимо успеть сделать то, о чем мечтаешь. Субтитры создавал DimaTorzok